Ледниковая расселена. Так называется известное творение Эдгара Мюллера. Больше шести миллионов человек уже увидели процесс рождения картины благодаря порталу YouTube. Не менее притягательным станет наверняка и новый проект художника на Портабелло-Роуд в Лондоне. 16 лет, став участником одного из конкурсов, Эдгар Мюллер впервые столкнулся с этим видом искусства и сохранил верность ему по сей день. Никто не ожидает увидеть картину на асфальте, а если она сравнительно небольшая, два квадратных метра, многие просто проходят мимо. А трехмерные картины огромны уже по своей природе. Сразу и не поймешь, что на них изображено. Прохожим любопытно, что это такое. Их невозможно толком разглядеть. Ясно одно. Похоже на картину. И когда они видят ее через специальную линзу, которая охватывает работу полностью, эффект совершенного открытия обеспечен. И я рад, потому что люди подолгу задерживаются у картины. 44-летний художник-автодидакт. Основами трехмерного рисунка он овладел самостоятельно. Для придания большей пластичности своему новому творению Evolution, он решил с помощью нитей по всему рисунку провести линии, которые собираются в заранее определенном пункте, так называемой центральной точке. Здесь Эдгар Мюллер устанавливает им же изобретенную линзу, увеличивающую картину и создающую объемность. Большинство людей еще ни разу не сталкивались с подобными работами. Они не знают, как к ним подойти. 180-градусная линза сразу позволяет зрителям увидеть задуманное под правильным углом зрение с нужной точки и охватить необозримое. Асфальтовая живопись сегодня привычный участник многочисленных фестивалей, зародилась в Италии в XVI веке. В те времена за умеренную плату заказывали чаще всего изображения Богородицы Мадонны. Таких художников и называли Мадонари. Наибольшей популярностью сегодня пользуются многомерные рисунки. Среди мастеров британцы Джулиан Бивер и Джо Хилл, а также немец Эдгар Мюллер. Его искусство востребовано у рекламных агентств. Таким образом он финансирует свои творческие работы. Понятие Драйде сегодня у всех на устах. Например, кино Драйде, которое появилось сравнительно недавно. Конечно, с художественной техникой это не имеет ничего общего, но для людей это все Драйде. Многие даже думают, что им нужно надеть специальные очки. Искусство на асфальте в первую очередь вызывает интерес у молодежи. В нем мало от запыленных копий Рембрандта. Наоборот, оно носит современный характер. Живопись на асфальте означает и борьбу с тихий, небо и земли. То и дело мешает дождь. Если краска, а это обыкновенная краска для стен, высохла не полностью, неугомонный дождик размоет части такой огромной картины размером 8 на 18 метров. Сизифов труд. Это тяжелая физическая работа, требующая еще и бесконечного терпения. Но то чувство, которое я испытываю после завершения картины, несравнимо ни с чем. Оно окрыляет, придают силы. В те моменты, когда хочется все бросить, когда кажется, что все осточертело, я вспоминаю о том, что меня ждет. И работаю дальше. Как марафонец, столкнувшийся с преградой. Бегу все дальше и дальше. Официальному дню открытия картины дождь, конечно же, помешал. Но зрители с любопытством наблюдают за работой художника. Его работы я уже посмотрела в интернете и знаю его имя. Просто здорово наблюдать, как он работает. Это просто фантастика. Гениально. Совсем недавно здесь все перестроили, а теперь еще и такое творчество. Прямо к Олимпийским играм. Лучше не придумаешь. Я с нетерпением жду, как это будет выглядеть в готовом виде. Сегодня он должен был завершить картину, но погода подвела. Ему приходится все перерисовывать уже в который раз, но он не сдается. Не досыпая, но с полной уверенностью в успехе, Эдгар Мюллер закончил свою новую работу с задержкой на один день. И теперь все желающие могут убедиться в неповторимости его эволюции на Портобелло Роуд в Лондоне.